Привет, друзья! Вы смотрите внеочередной выпуск кулинарной пропаганды. И с вами я, Дмитрий Фреско. Сегодня буду пропагандировать простой и нарядный завтрак. Яйца Бенедикт под соусом Оландес. Даже не так. Подавляющее большинство из вас прекрасно знает, что такое яйца Бенедикт. Я покажу один из простых способов их приготовить. Сначала займусь голландским соусом. Для него нам понадобится желток из одного куриного яйца, 100 граммов сливочного масла, пара чайных ложек лимонного сока или одна чайная ложка лимонного и одна бальзамического или винного уксуса. Ну и столь перец, понятно. Готовится соус на водяной бане, поэтому сразу ставлю на плиту кастрюлю с водой и накрываю ее чашкой. Масло отправляю в микроволновку растапливаться. Отделяю желток. А теперь начинаю взбивать венчиком и понемногу добавляю масло. Когда смесь нагреется до 70 градусов, примерно, соус загустеет. Кстати, голландцы понятия не имели об этом соусе, пока французы не рассказали им, как следовало бы готовить голландский соус. Для воздушности можно добавить одну-две чайные ложки воды, лимон, перец, немного бальзамического уксуса и не забудьте посолить. Сразу после загустевания немедленно убираем чашку с водяной бани, чтобы яйцо не свернулось. Ну вот, смотрите, какая красота. Отлично. А теперь приступим к варке яйца. Для того, чтобы сварить красивое яйцо пашот классическим способом, оно должно быть абсолютно свежим, только что из-под курицы. Не знаю, как у вас, а у меня под боком курятника нет. А уже через 5-6 дней белок яйца начинает превращаться в такую водичку, которая расползается в воде неопрятными хлопьями. Поэтому смотрите лайфхак для таких яиц. В глубокую тарелку кладу пищевую пленку, пару капель растительного масла, смажу все, чтобы ничего не склеивалось, выпускаю яйцо, немного соли для вкуса и собираю все. У меня есть мешочек и прищепка. И есть кастрюля с кипящей водой, на которой готовился соус оландес. 3-3,5 минуты и все готово. Пока яйцо варится, на сухой сковороде быстро поджарю хреблятосты и бекон. Проверяем. Готово. Вот такой быстрый и вкусный завтрак. Плентяи, конечно, могут использовать майонез, но я считаю, завтрак должен быть по меньшей мере теплым. А мне нравится ландес. Сочетание лимонного сока и бальзамика. Потрясающе. А тут еще и бекончик. Великолепно. Очень рекомендую. Вот и все на сегодня. Приятного аппетита и бодрости вам на весь день. Традиционно понравилось? Не ленитесь ставить палец вверх. Я вот поставил. Подписывайтесь, если почему-то этого еще не сделали. Заглядывайте на мои страницы ВКонтакте и в других соцсетях. Туда попадает то, что я не снимаю на видео. Спасибо за компанию. И до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»